Здравствуйте! Добро пожаловать на канал на Галина Джулери. Меня зовут Елена, и я занимаюсь созданием украшений ручной работы. Сегодня я приглашаю посмотреть вас, что пришло мне к сайту Алиэкспресс. А пришла мне тут фурнитура, интересные очень лепесточки и кабошончики. Ну, давайте начнем с кабошонов. Смотрите, это такие очень хэллоуинские, наверное, кабошоны, хотя по мне так для любителя кошек. Это можно и не только на Хэллоуин. Посмотрите, какие черные и такие зеленые кошачьи глаза. Эти у меня кабошоны 2,5 см диаметром. Смотрите, какая прелесть. В позиции их было 6 штук. Мне они очень понравились. Ну, представьте, их можно сделать очень хэллоуинскими, какими-то такими немножко страшными. Можно сделать, выжить ушки к ним. Вот, и будет вполне себе мило. В общем, прелесть. Как по мне, так прелесть. Чудесные кабошончики. Хорошего качества, кстати. Так. Кабошончики. Теперь, смотрите. Пришли мне вот такие вот подвесочки. Подвески совершенно чудесные. В позициях было 5 штук. Они из смолы. Видите, там слюда. Такого вот чудесного цвета скоробей. Переливаются всеми цветами. От желтого до зеленого. Красота. Они двухсторонние. Вот они. Прекрасные подвески. Очень довольны. Посмотрите, вот вблизи сделаны хорошо. И эффект вот этот цвет, ну, просто чудесный. Очень довольна. Очень-очень довольна этими подвесками. Да знаете, вот такой крыло жука, скоробей. Вот это вот все. Ну, просто. Ну, красивый цвет очень. Там цвета были разные. Вот. Я когда буду оставлять ссылку, я напишу, какой цвет был именно у меня. Что я брала. Так, ну что. Скоробей. Смотрите, взяла я и скоробей. Их тоже, кстати, в том же магазине. Ну, такие чудные скоробейчики. В позиции было всего две штуки. Смотрите, как они хорошо сделаны. Очень детально и очень аккуратно. Просто чудные. Они небольшие. Эти на ладошки какие. И они односторонние. И они односторонние. Но очень хороши. Сделаны прям здорово. Классно. Единственное, знаете, было бы здорово, если бы такие были бы, скажем, еще бронзовые или золотые. Вот я не увидела. Я не увидела. Только серебряных увидела. Так. Теперь. Теперь. Смотрите. Пчелки. Для любителей пчел. Я любитель. Смотрите, какие чудные. Это серебро с золотом. Почему золото? Ну, не такое ядрёно-желтое, а приглушённое. Смотрите. Это кружочек вот этот сотый и пчёлка. Какая прелесть. Вот. И они тоже. Они небольшие. Они всего, по-моему, сколько? Два с половиной сантиметра диаметром. То есть такие и на серьги можно повесить, и как подвеску, и куда-то в вышивку. Ну, красота. Совершенно чудные. В позиции их было 10 штук. Я что-то на них так долго смотрела. Вот даже сама не понимаю, почему так долго на них смотрела. Ну, просто классные. Очень классные. И знаете, вот это сочетание серебра и золота, оно выгодное. Потому что его можно и на серебряную цепочку, и на золотое. И оно смотрится менее ярко. Чуть более ярко, наверное, чем просто серебро. Но чуть менее ярко, чем если это было бы только золото. То есть такое очень хорошее комбо, кстати. Да. Так. И следующее. Это, видите, мне пришли тут лепесточки. Смотрите. Лепесточки. Лепесточки я сначала купила вот в таком красном цвете. Да. Вот. Вот эти вот нам знакомые лепесточки. Сделала из них вот такие сережки. У меня и мастер-класс на них был на канале. И он есть. И эти серебрики оказались мне очень популярными. Мне и самой не нравятся. И желающие на них находятся регулярно. В общем, и подумала я, почему мне не сделать. Ну, во-первых, другой цвет какой-то, да. И может быть, какой-то вообще немножко другую текстуру. Потому что, ну, что красивые летние серьги. И плюс вот этих лепестков. Они же акриловые. Они легонькие. Серьги и крупные, и легкие. Очень получаются носибельные. И так. В общем, решила я взять еще лепесточки. Смотрите, взяла я вот такие лепестки розовенькие. Они другого совершенно формата, да. Видите, они... Получается, у них такой градиент. Там разные цвета были. Я взяла розовый, но цвета разные. Смотрите, градиент от светлого к более темному. Золотая каемка. И дырочка вот здесь. Вот такой вариант был. Теперь, смотрите, есть еще такие лепесточки. Вот. Видите, они получаются такие. Перламутровые, просто беленькие я взяла. Такого типа. Они тоже, с одной стороны, выпуклые, с другой вогнутые. Ну, тоже с рисунком таким цветочным. Дырочка. Вот так вот. Видите? Вот такие. Они поменьше получаются. По размеру, да. Вот. Давайте в сравнении буду так класть. А еще вот такой вариант я нашла. Смотрите. Вот этот очень интересный вариант. Это вот такая вот, как ракушка. То есть, лепесточки похожи на вот эти, но они немножко поменьше. Тоже они с одной стороны вогнутые, с другой стороны выпуклые. И вот расцветка. Посмотрите, какая оригинальная. Под ракушечку. И там можно было взять микс. Вот. То есть, можно было... Половина будет вот таких вот малышек, а половина вот такие вот крупные. Вот эти уже лепесточки, они такой же формы, что и... Что и... Сейчас. На минутку. Спуталась. Что и вот эти красные. Видите? Они такой же формы и такого же размера. Ну, сделаны они, видите, такие глянцевые. Глянцевые под ракушку. Вообще красивые. Мне понравились. Интересные очень. В общем, есть разные варианты. То есть, я думаю, сделаю какие-то разные варианты таких сережек. С лепестками. В общем, вот такой вот... Вот такой улов на лепесточке. Да. Вот эти, они, конечно, больше чашечкой. То есть, с ними нужно подумать, как их там использовать. Но они красивые. И знаете, кстати, вот эти, собственно, смотрятся, ну, вот как они были на картинке. Вот эти, вот, смотрятся так же. Вот эти на картинке смотрелись немножко получше. Хотя, я думаю, в украшении, в готовом, они будут смотреться лучше, чем так. Так, здесь я вижу брак. Немного есть. Видите? Убираем. Да. В целом, интересно. Мне понравился вот этот градиент. Оно действительно смотрится, как лепесток. Ну, в общем, довольна я своими этими лепесточками. Красота. Будем делать. Вот эти такие очень будут нежные, прям, вот, весенние. Невестушные прям. Да, вот. Так. Такие лепестки. Вот это, конечно, будет очень хорошее комбо. Вот таких и вот таких. Ну, представьте, вот эти вот сверху, да, а внизу такая грозь этих маленьких. Интересно. Они вроде и цветочек, вроде и ракушка. Ну, не знаю. Мне понравилось. Показалось очень таким оригинальным решением. Поглядим, как оно будет в украшении. Ну, что. Вот такие покупки у меня были на сегодня. Видите, не очень много, но интересно и удачно. Большое спасибо за внимание. Увидимся с вами в следующем видео. До свидания.